В республике Коми отгремела знаменитая на всю страну Усцелемская горка. Если верить истории, народный праздник в этом году стал 472-м по счету. На этот раз он длился всего несколько дней, зато каких. В программе гуляния до утра, массовые хороводы, танцы в старинных костюмах, костры на берегу Печоры и даже гонки на моторных лодках. Чтобы увидеть все это лично и поучаствовать в уникальном многовековом зрелище, съехали сотни, а то и тысячи гостей. Кстати, фольклорный праздник на этот раз отметили вместе с юбилеем района. Мой коллега Олег Хатанзейский уверяет, многовековые гуляния впервые плавно перешли в настоящий городской праздник. И хотя это не какой-то чемпионат мира, а всего лишь районные соревнования, зрелищности ничуть не меньше. На старт выходят лодки. От советских обяшек и казанок до современных мини-катеров. Впрочем, здесь главное – навыки вождения и, конечно же, количество лошадок в двигателе мотора. Почти как Бурандей, только на воде вместо снегоходов моторные лодки. Ну, участники здесь также соревнуются в скорости. Кстати, здесь есть небольшая хитрость. Те, кто отстает от группы лидеров, испытывают дополнительные сложности. Большие волны, которые оставляют впереди за собой идущие лодки. Ну, действительно опасно. Многие участники чуть ли не переворачиваются. Во время поездки большой адреналин? О, это приятно. Это вот так. Приятно, приятно. Это самый лучший. Самый лучший, по крайней мере, летом здесь самые лучшие соревнования. С берега за гонками на воде наблюдают тысячи зрителей. Ведь увидеть такое здесь можно всего один раз в год во время Уссилемской горки. Ненецкий округ представляет два экипажа и оба стали лучшими в своих дисциплинах. Хотя особо, признаются гонщики, даже не готовились. Приехали и победили. Например, Вячеславу Шевелеву помог личный опыт Бурандея. Однако сравнивать между собой два турнира он посчитал неправильно. Пока одни наблюдают за зрелищными гонками, другие в нескольких метрах варят кашу на костре. Люди встречают праздник Петровщина. Эта старинная традиция длится вот уже несколько веков. Мы здесь собираемся, встречаем праздник Петра и Павла, варим кашу нашу пшенную. Кормят, в принципе, всех? Всех, да. Пожалуйста, приходите, но у нас еще не сварилось. Пожалуйста, приходите, мальчики. Через несколько часов на огромной поляне нет свободных мест. Сюда приходят целыми семьями. Они разжигают костры, варят кашу, на мангале жарят шашлыки и предлагают угощения всем прохожим. Настоящее народное гуляние, которое длится до самого утра. Я вот второй год подряд, мне очень нравится здесь. Я специально приезжаю, где бы я ни была, сюда приезжаю. В Петровщину входят и спортивные игры. Вот здесь пилят дрова на скорость, а это силовой армрестлинг. На следующий день древний обряд. Он фактически знаменует поворот лета на зиму. Яркие кружева, затяжные песни и приветливые лица. Атмосфера праздника на каждом углу. Вот народные умельцы зазывают на ярмарке собственными творениями из дерева, глины и шерсти. А это сама горка. Комплекс фигур и движений, знакомых каждому здесь с рождения. Для гостей и участников современная горка – это уникальная по сохранности древнерусская культура. Ее народная, нематериальная часть. И хотя первоначальный смысл хороводов учитывается все меньше, есть еще энтузиасты, готовые передавать ритуал новому поколению. Это наша жизнь. Потому что это родина наша жизнь. Наши детства, школьные годы, все, что здесь прошло. Мы потом ехали. Здесь наши родители жили. Это вообще. Просто мы все в восторге. Мы все счастливые такие сюда приехали. Мы хотим петь и плясать от того, что у нас своя родина прекрасна. Сам процесс горки – весьма завораживающее зрелище. Известное далеко за пределами республики. Они и спрашивают, ее изучают. Этим древним праздником уже давно заинтересовалось само Министерство культуры страны. Вчера на рабочей встрече с губернатором республики Коми мы договорились о том, что в Усть-Цильме будет открыто отделение Государственного республиканского центра русского фольклора. Коллектив «Родные напевы» из Нинецкого округа – постоянный гость фестиваля. Чтобы посмотреть на их выступления, да и вообще буквально окунуться в сам праздник и понять его смысл, приехала делегация из нашего региона во главе с Игорем Кошиным. У вас подошел к финальной стадии замечательный фестиваль. У меня есть предложение, когда будет следующий фестиваль, приглашайте наше поселение. У нас есть соглашение между нашим заполярным районом. Мы живем на одной земле, мы вместе трудимся, вместе радуемся. Как и сотни лет назад, горка снова и снова выходит гулять по селу, чтобы всем известить. Календарная граница миновала, и пришло время подумать о предстоящей зиме. Ну вот и все, не уходят, но обещают вернуться. 11-я республиканская Усселимская горка завершилась. В следующем году она пройдет здесь же, но уже более эффектнее и грандиознее, убирают организаторы. Впрочем, это будет уже совершенно другая история. Олег Атанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север», Уссельма, Республика Коми.